Сегодня Государственная Дума Российской Федерации опубликовала разъяснение по изменениям в Конституцию России, инициированным президентом страны Владимиром Путиным. В нем говорится, когда состоится голосование, кто сможет принять участие, как будет проводиться голосование, а также даны ответы на другие важные вопросы. Подробности у Мурата Джанкилзова. Дату проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России своим указом определит президент страны. Ранее глава государства принял решение о переносе голосования в апреле из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Если днем общероссийского голосования будет определен рабочий день, то он будет объявлен нерабочим. Поправок очень много и затронуты фактически все сферы жизни общества. Мне нравится, что наконец-то будет конкретно прописана поддержка здравоохранения, волонтерского движения. Историческая память нашего народа тоже в текущей Конституции будет отдельно озвучена. Как и в любых выборах, в общероссийском голосовании смогут принять участие граждане Российской Федерации старше 18 лет. За исключением тех, кто признан судом недееспособным или содержащихся в местах лишения свободы. Вы знаете, что в этих поправках обсуждается и вопрос сохранения русского языка, родного языка. Что теперь самое главное – это приоритет нашей культуры, общекультурного российского достояния. И он приравнивается к другим самым главным ценностям, как флаг, герб, гимн. И если мы сохраним свой язык, свою культуру, мы сохраним себя как страну. Поэтому нужно принять эти поправки. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосовало более половины граждан страны, принявших участие в общероссийском голосовании. Внесение изменений в Конституцию, внесение поправок – очень важная сегодня тема. И я хочу сказать нашим гражданам, жителям Карачаево-Черкесской республики, не оставаться безучастными и принять активно участие в голосовании по внесению изменений. Такая возможность в жизни наших избирателей может уже никогда не повториться, потому что не так часто это и происходит. Мурат Жанкёзов при содействии пресс-службы парламента Карачаева-Черкесии.